привет девочки мальчики девочки вы меня спрашивали о помаде да я вот как сейчас как раз макияж делаю помада у меня самая простая совсем недорогая и у меня таких много вот сейчас я сделаю потемнее что было видно наверное или так видно вот пожалуйста вот такая помада совершенно совершенно недорогая совершенно но хорошего качества во всяком случае на губах не скатывается держится хорошо цвет приятный и мне нравится знаете ли не всегда цена определяет качество бывает и по-другому так что еще вы меня спрашивали о топаза да ну вот я вам покажу сейчас у меня просто под рукой вот этот крестик из топаза и крестик с топазами из топаза сейчас все-таки сделаю вот так вот лучше видно это крестик с топазами и вот вокруг центрального топаза а фианитики это да это натуральные топазики а крестик как как обычно у меня то что я показываю серебряный такое ушко у него и сейчас я думаю на какую же цепочку его надеть то ли на эту мою зебру то ли вот на эту цепочку очень красивую с таким вот с такими переливами с таким блеском очень-очень красивая цепочка не знаю видно не видно но красивая но не знаю сейчас посмотрю ну вот есть у меня еще золотое колечко с топазом но я не хочу его доставать в общем в другой раз покажу это так то что под руку попалась сейчас еще покажу вам сережки которые вот такие сережки на мне серебряные камешек голубой это не топаз это фианит и и так же там еще какие-то фианитики присутствуют вот а этот голубой фианит ну и во втором отверстие у меня жемчужинка вот такие вот украшения ну да еще вот здесь вот у меня моя кукуруза как всегда и вот сюда сейчас я помещу крестик с топазом и буду и буду вот такая вся такая раз такая ароматы ароматы сегодня не отсюда аромат на мне сегодня тудэй от эйвен вы видите как мне в глаз светит солнышко вот ну все пока все такой влог состоящий из нескольких кусочков будет ну в общем дилемма разрешена вот это ушко моя зебра не проходит поэтому а вот эта цепочка проходит потому что я ее как раз для вот этого вот крестика и покупала ну пойдет крестик гулять со своей родной цепочкой так все это серебро вы в курсе тут черепашка у меня черепашка не серебряная черепашка у меня бижутерия но такая бижутерия которая совершенно нигде не облезла ничего вероятно это какой-то белый сплав металлический вот такая вот с вот этими как там они называются у нас это называлось капельное серебро сейчас я забываю как это называется вот так это смотрится так надеюсь вам видно хорошо вписалась вот эта цепочка вот эта цепочка с крестиком она очень красивая она очень хорошо очень красиво сверкает вообще мне прелесть как нравится эта цепочка но у есть один недостаток она накручивает на себя в районе замочка всяческие ниточки волосинки все что ей попадается ну не знаю сейчас там вроде ничего нет собран хвостик шарфиков сейчас уже я не ношу потому что у нас уже лето наступило вот так что посмотрим может быть сегодня она будет себя вести более прилично ну а теперь поговорим опять болтологическое видео кому интересно оставаться вышла заметка в фейсбуке журналиста нашего города с призывами уничтожать бездомных собак ну вот я сражалась в защиту в защиту животных в защиту бездомных животных знаете так возмущает это вот значит ему мешают бездомные собаки а у нас по всему городу это практически считается нормальным явлением когда хозяева питбулей выгуливают их не только без намордников но еще и со спущенным поводком хозяин идет и рядом с ним идет питбуль без намордника поводочек там по земле волочится или он отпускает его что лично мне такие встречи не нравятся я знаю что овчарки умные собаки я собак очень люблю но вот насчет питбулей у них репутация нехорошая у них как это заскоки бывают вот а у нас это нормальное явление так вот это явление почему то никого не волнует волнуют бездомные собаки и такие страшилки рассказывают что прям нападают стаями прям практически житья от них нет у нас на районе да у нас на районе у нас на районе собаки только что я кормила собачку бросила ей там кусочки колбаски у нас таких собак я уже говорила раньше было ну примерно по 12 особей к сожалению они гибнут от голода холода так вот человек журналист призывает не к тому чтобы финансировать приюты общество защиты животных он призывает убивать собак ну я вообще в дебаты никогда практически не вступаю очень редко но тут как знаете эта тема меня очень сильно волнует мне очень жаль этих несчастных бездомных животных они и так скажем жизнь их потрепала а тут еще вот такие вот как как же их назвать-то таких журналистов которые печатают провокационные статьи или с прямыми призывами убивать сегодня им собаки мешают завтра им будут мешать бомжи послезавтра им будут мешать старики в общем тенденция как я понимаю у таких журналистов такая понимаете и комментаторы ну я там конечно спорила с комментаторами но это конечно была борьба с ветряными мельницами и я это понимала но как-то вот знаете ли втянулась и остановиться не могла комментаторы значит когда я задаю вопрос как вот эти вот комментаторы которые кричат да да их надо уничтожать всех собак один кричит всех на мыло ну кричит потому что крупным почерком крупными буквами пишет всех собак на мыло я думаю блин тебя бы первого на мыло да и то я бы таким мылом даже туалет мыть не стала вот вы знаете я сейчас по кофейку вы знаете значит дальше раздаются голоса тех же комментаторов что вот те кто прикармливает подкармливает животных бездомных ну практически преступники понимаете у нас у нас у нас такая совершенная государственная система у нас так все хорошо я вообще не хочу касаться этой политики она меня бесит до такой степени что знаете я не хочу свои эмоции распускать потому что мне потом от этого плохо поэтому я стараюсь это все куда-то прятать подальше знаете вот так чуть-чуть вот этот вот вот этот вот вот этот уголек пылающий присыпать песочком даже ну он конечно я его не тушил я не могу его потушить но хоть как-то присыпать потому что если дать волю моим эмоциям это подлить масло и подсыпать соломки на этот уголек то просто это невозможно я меня это очень волнует тема меня много тем волнует просто я не хочу грузить вас да и не хочу не могу ну вот в общем возмутило я написала ему чтоб он убрал статью но это прямо смешно это конечно смешно и наивно с моей стороны вот я думаю что он мне даже не ответит на мое письмо что его статья призывает убивать ну думаю не ответит но я все-таки написала так же как я летом ходила писала заявление в полицию что какой-то подлец убивает котов у нас в июне такое было в общем друзья вы знаете вот зло зло вылезло зло повылазило со всех щелей ужасно поэтому девчонки мальчишки в общем вы мое мнение услышали я бы таким журналистом ну не буду говорить что б я им делала что б я с ними сделала с такими журналистами и с теми подпевалыми комментаторами которые их статьи одобряют что надо уничтожать бездумных животных вместо того чтобы призывать создавать приюты для несчастных животных бездомных ну ладно в общем этим я хотела с вами поделиться друзья так уж простите за этот негатив но накипело не могу это я еще не высказалась я не высказалась высказаться мало на эту тему они мне пишут ну этот мужчинка пишет ну что будем плак-плак по поводу этого да реально плак-плак да и плак-плак их и ух вашу мать поубивала бы вот этих убийц ну как то так все еще раз прошу прощения за негатив давайте по кофейку алоэ у меня что-то заболел давно уже болеет вынула я его из скатки в общем тут был еще один горшочек из горшочка вытряхнула землю она очень дурно пахнет не знаю наверное придется пока я поставила алоэ в баночку с водой вот там вот баночка в бывшем ее горшочке из горшочка бывшего вытряхнула в катку сюда землю туда поставила баночку поставила алоэ в баночку с водой как я уже сказала да вот и наверное эту землю я выброшу и куплю новую уже в цветочном в цветочном магазине вот такая у меня болтология а чуть позже я пойду к детям мы пойдем наверное куда-нибудь посидим а почему Сережу с собой не берем ну знаете вот Сережа он так вот поели и все вот 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 поели и все и мужа домой хочет ну что его с собой врать мы себе сидим беседуем там чаек попиваем что-то там вкусненько кушаем а у Сережи практический подход к таким походам а что сидеть говорит ну поели и пошли домой не романтик ах Василий мы не романтик а я оставлю ссылку на страницу этого журналиста который призывает убивать бездомных животных и на эту вот статейку подлинненькую фашистскую под видео будет вот такой весенний день сегодня 1 мая друзья сирень настоящая в смысле черемуха я ее только что принесла домой поставила в вазу с водичкой пахнет изумительно Из-за аромата взяла. Ой, это чудо, это прелесть, это аромат такой изумительный. Видите, я когда перечисляла свои любимые ароматы, я совершенно забыла сказать об этой белой сирене, как у нас говорят. Черемуха, да? Вот, о черемухе. Знаете, могу сравнить аромат с ароматом ландыша. Вот такая душистость повышенная, просто обалденная. Я в восторге, я просто... Ох, это чудо, это чудо. Это просто неописуемо. Конечно, никакие духи не могут сравниться с вот этими природными ароматами. И кот сидит на окошке. Сегодня очень жарко, сегодня 29, по-моему, градусов в тени. А завтра, послезавтра будет 30 градусов. А ведь сегодня только 1 мая. В общем, лето у нас начинается, видите, рано. И причем жаркое. Ну, всю неделю обещают 30 градусов жары. Народ уже... Говорите, что хотите, чтобы я была на экране. Да, я немножечко такая уже пришедшая оттуда. Поэтому уже не настолько выгляжу, как хотелось бы. Все-таки уже сколько у нас? 6 часов. 6 часов вечера. А я ушла из дому. Наверное, часиков в 12. Где-то так-то. Да, это я ходила. На прогулку к детям и так далее. Вот, поэтому уже макияж не тот. Хотелось бы выглядеть более свежо. Но уже какая есть, такая есть. Зато я вам показываю черемух. Боже, какая красота. Какой аромат. Давайте еще раз посмотрим. Ой, прелесть. Просто прелесть. И моя любимая вазочка. У меня таких вазочки две. Я очень их люблю. Очень люблю эти стеклянные вазы. Люблю такую форму. Ну вот. Такая маленькая заметочка. Ну все, мои дорогие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok